Концерты, выставки, ярмарки и спортивные состязания. Так встречает День столицы в Приорале. Праздничная программа в регионе стартовала еще задолго до начала главных торжеств. Подробнее о них моя коллега Райхан Тажибаева. Райхан, здравствуйте. Расскажите, как встречают День столицы в вашем городе? Добрый день, Злиха. Действительно, праздничная программа очень насыщенная. День рождения Астаны козлординцы встречают с большим размахом. А первый подарок столицы преподнесла жительница города Байконердина Санаева, которая буквально накануне родила тройню. Все трое новорожденных мальчики назвали их символично Нурсултан, Назар и Аблай. Мама и младенцы чувствуют себя отлично. Сегодня малыши отправляются домой. Пышно отмечают День столицы в сельской глубинке. В Аральском районе в ауле Хамастабас сдан в эксплуатацию 150 местный дом культуры. А в Казалинском районе современный детский садик. Ряд социальных объектов введены в строй и других селах области. Праздничное развлечение по душе смогут выбрать сегодня себе и жители областного центра. С раннего утра в разных уголках города проходят сельскохозяйственные ярмарки, молодежные флешмобы, в музеях и библиотеках тематические выставки. К примеру, на фотоэкспозиции «Мой город мечты Астана» наряду с фоторисунками из музейного фонда представлены работы местных мастеров прикладного искусства. Свои творения именинницы дарят и самые юные художники Казаларды. Участниками детского конкурса рисунков на асфальте стали почти два десятка малышей. В целом 17-летие Астаны Казаларда встречает в прекрасном настроении. Под стать ему и погода. Изнуряющая жара, которая держалась в регионе практически последние две недели, сегодня наконец сменилась освежающей прохладой. Праздничная атмосфера царит буквально повсюду. На этом у меня все. Злихаю еще раз праздником, процветания и благополучия нашей любимой столицы. Спасибо и вас с праздником. А я напомню, из Казаларды передавала моя коллега Райхан Тажибаева.